Ну что, поиграем в головоломочке? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Ну и что? Да ёханый бабай, блин! Что это такое? Что это такое? Так вот выиграть надо, не выпендриваться. ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Так, ну, пожалуй, пора по сюжету идти. Проверить почту. Что сегодня нам принес мистер почтальон? Субтитры создавал DimaTorzok Счет 0 Купите одну курицу гриль и получите вторую в подарок И второе уведомление из налоговой службы? Ха-ха! Просто не буду обращать внимания. Ха-ха-ха-ха! Почему ты разговариваешь с почтовым ящиком? О, привет, Карен! Твой папа сказал, что ты сегодня немного побудешь у меня? Твой папа вздыхает. Твой папа вздыхает, ага, ой, ну ладно тебе, у меня ж не настолько ж и плохо. Дело не в тебе. Я не против побыть здесь. Дело в папе. Он взял и оставил меня. Специально. Он сказал что-то очень важное это И он скоро вернется Хочешь немного пройтись и посмотреть на мемориальный сад? Ага, наверное Проверить мемориальный сад Этот сад совсем пустой Поэтому я и собираюсь сегодня тут поработать Я понимаю что пока по нему не скажешь Но этот сад будет посвящен тете Мэри Той что умерла? Да Она прожила долгую интересную жизнь Сделала много всего захватывающего Этому я и хочу воздать должное А что она сделала? Что это тут собака роет? Помоги мне с сорняками и я тебе расскажу Убрать сорняки Просто бери растения у основания И пытайся выдернуть с корнями Вот так А зачем? Просто мы их терпеть не можем И это единственный способ от них избавиться Так что сделала твоя бабушка? Она облетела весь мир и совершила много всего Забиралась Забиралась на горы Исследовала джунгли Ого Я тоже хочу побывать по всем мире Но папа говорит что сначала нужно достаточно вырасти Чтоб меня пускали на горки По моему все правильно Сорняки закончились Теперь надо выложить почву Выложить почву Так мы просто накидаем сюда грязи Да, вроде того Надо сделать из нее что-то похожее На половину шара Ха, маме бы не понравилось Что я играю с грязью А ты не играешь с ней Ты с ней работаешь Много грязи спустя Да, что ж такое Что ж оно сбрасывает Что ж оно сбрасывает Ну ты посмотри на нее Ну брысь отсюда Крыса Ну что Блин Что ж оно Не дообновлялось По моему Так Выложить почву Повторяю Так мы просто накидаем сюда грязи Да, вроде того В общем Повторяю Маме не понравилось бы Ты с ней Играешь Ты с ней работаешь Много грязи спустя Ну Тетя Мэри говорила Делай то, что нравится Веселиться И не будешь работать Ни дня в своей жизни Выходит Мне никогда не придется работать Если я все время буду веселиться Что Вызвать этот афоризм Афродизиак Афродизиак Что это? Давай будем просто сажать цветы Сделать клумбу Сделать клумбу Глобуш Значит здесь будет копия земного шара Да Что же я знаю цвета Мне же не 4 года Много цветов спустя Ух ты Хорошо получилось Да Ты очень помогла Ага Я много думала об этом И вот что решила Садоводство Это даже по-своему весело Отличная новость По-своему весело Всегда лучше чем эксплуатация детского труда Я сказала Садоводство Это весело Устами младенца Поставить рождение Ладно Теперь надо установить стойки для рождений Что это? Помнишь, когда приходишь в кино И приходится ждать в очереди Чтобы купить билет? Нет Мама обычно покупает билеты по телефону Ладно А в парках развлечений? Когда надо стоять в очереди Чтобы прокатиться на горке? Папа ненавидит очереди Поэтому мы не ходим В парки развлечений Мда А как насчет Когда приходишь в Знаешь что? Это не важно Это веревочные ограждения Которые не дают людям пройти туда Куда им не следует А! Это как вдоль красных дорожек По которым ходят знаменитости А люди их фотографируют? Ага На этом и сойдемся Почему бы и нет? Давай помоги мне Ну что, какие поставим Ну такие Голубоградительно Голубоградительно Что? Ой, эм Иногда после завершения работы Я придумываю Какую-нибудь бессмыслицу Ага Сорняки в песке Сорняки в почве А что будет здесь? В молодости Тетя Мэри была в Египте Так что я хочу сделать Небольшой тематический парк В египетском стиле Цветы не растут в пустыне В пустыне растет множество растений Кактусы, акации Суккуленты, пальмы Суккуленты – это денежное дерево Так вот, что мы здесь посадим После того, как избавимся От всех этих сорняков Точно, а ну убирайте сорняки Много сорняков спустя Вот так Теперь можно сажать цветы Так, пустынная зелень А что твоя бабушка делала в пустыне? Она видела великую пирамиду Большого сфинкса И еще много чего интересного Большой сфинкс – это такой огромный Человек-кот, да? Да А еще у него нет носа Бедняга Как ты думаешь, что лучше сделать в этой секции? Мышь, вот такие посадим Готово Разве ты не собиралась придумать какую-нибудь бессмыслицу? Вообще-то я надеялась, что ты это сделаешь Ну, ладно Прекрактусно Шмыгает У тебя талант Я так горжусь Так, сорняки в почве Давайте уберем Давай уберем отсюда сорняки Как ты отличаешь сорняки от хороших растений? Ну, сейчас тут практически все сорняки Всего день назад этот участок был внутри здания Так что здесь нет никакой растительности Подходящей для сада Хорошо Что думаешь, с сорняками покончено? Похоже, покончено с растительностью Замечательно Ну, теперь давайте вернемся Туда На египетский участок Засушливые травы А здесь что будет? Я думала Ну, вот такие, допустим А почему твоя бабушка столько путешествовала? Она всегда говорила, что невозможно в полной мере Насладиться родными местами Пока не увидишь все остальные То есть, если я хочу насладиться своим домом Мне надо побывать в твоем? Ага А еще, если хочешь насладиться мороженым Надо есть и овощи тоже Твоя бабушка могла и ошибаться Так, теперь Давайте вернемся на почву Здесь будет какой-нибудь особый сад? Да А, тетя Мэри была в джунглях Так что здесь будет тропический сад Ого, джунгли Поможешь мне выбрать? Хорошо Ну, так Ты хотела бы в джунглях? Мама говорит Там можно подхватить мимикрию Это когда сначала поднимается температура А потом ты умираешь А, малярию? Нет, думаю, она говорила про мимикрию Да, мимикрия Это когда притворяются Ты очень похожа на своего отца Так, тропические растения Что такого интересного в джунглях? В джунглях есть много всего, что можно встретить только там В дождевых лесах Амазонии больше уникальных растений и насекомых, чем где бы то ни было Ясное дело, я и так это знаю Сколько, по-твоему, мне лет? Девять? Ладно, Зазнайка Помоги мне выбрать, что еще поставить в саду Ладно Абсолютно джунглично Нет такого слова А, пчелы, пчелы, пчелы Тише, тише, все в порядке Просто им очень понравились тропические растения Мне страшно Не бойся, дорогая Я сделаю так, чтобы они ушли Так, дымарь надо использовать Вот Так, пошли опять в пустыню Мы почти закончили По-моему, выходит совсем неплохо Мне это напоминает о том фильме про мумию Ты о фильме мумия? Возможно Ты так похожа на своего отца Но последний штрих Как думаешь, что здесь лучше сделать? Вот что Спасибо за помощь, Карен Пожалуйста В смысле Ага Мне нравится Египет Интересно, я могла бы стать фараоном? Думаю, что для этого надо было бы родиться в Египте Мама говорит Все возможно, если приложить достаточно усилий Это правда Только не в этом случае Теперь обратно в тропики Последняя деталь этого сада Готово? Хорошо Так, ну что Вот такое поставим Когда пчелы проснутся Будут очень довольны этой клумбой Откуда ты знаешь, как использовать дымарь против пчел? Меня научила тетя Мэри Сколько себя помню Она всегда содержала пчел Она с ними разговаривала Так что теперь и я с ними разговариваю Ты говоришь на пчелином? Ну, я не уверен, что они меня понимают Я просто что-нибудь им рассказываю А меня научишь пчелиному? Просто говори с ними, как с домашними питомцами Или еще с кем-нибудь, кого любишь Привет, пчелы Ну и воняет от вас Отвратительно Ха-ха-ха Что? С Роксией так разговаривают Мы столько всего сделали Ты мне очень помогла Да, спасибо Можно я сорву цветок? Конечно А зачем? Вот зачем Очень красиво Не знала, что тебе нравятся цветы Ну, они мне не то, чтобы нравятся Просто теперь мне кажется, что это круто Ты-то нам на шапку цветок прицепила Я собираюсь поработать над новым садом Хочешь присоединиться? Именно Так, опять убирать сорняки Вперед Много сорняков спустя Значит, придется убирать много сорняков, да? Да А потом выкопаем небольшой пруд Я даже видела в ангаре небольшой красивый мостик Который можно установить над ним Да, я думала, что буду просто убирать сорняки Сорняки, мост и целый пруд спустя Вот и все А сорняков было пруд пруди Видишь, весело же Ну, может быть А какого типа этот сад? Я читала путевые заметки тети Мэри И нашла много интересного о садах, которые она видела в Азии Типа как в Японии Я японка, как и моя мама И мы оба сан и отзи сан Кто это? Ой, точно Мы так называем бабушку с дедушкой Расскажи-ка мне про свою семью Пока мы будем обустраивать сад Хорошо Цветочницы Прямо как и во всех других садах Что поставим? Я знаю Хороший выбор У мамы много дома журналов с изображениями японских садов И на одном из них именно так все и было Тебе нравится искусство? Мне нравятся видеоигры Это тоже искусство, да? Смотря у кого спросить Я спрашивала у мамы Она сказала Любая работа, созданная художником, искусство Независимо от того, нравится она мне лично или нет Звучит справедливо А у папы спрашивала Ага Он сказал От видеоигр неет мозг А еще Что так и не смог пройти уровень С водными мотоциклами Ха-ха Понятно Так Поговорить с Карлен Кажется ты собиралась рассказать мне Больше о своей семье Да Оба Сан и Отзи Сан переехали сюда из Японии Поэтому наша фамилия Каваками Мы из префектуры Симоне Круто, что ты знаешь А, круто, что ты знаешь, откуда ты Мама говорит Важно знать такие вещи А еще Как делать гедза Про гедза мне нравится больше всего А что насчет твоего папы Откуда его семья Ой, папа говорит, что он дворняга Это объясняет запах, да? И грязь Ха-ха Давай Не будем ему об этом говорить Да ладно Я постоянно называю его вонючкой А он только ворчит и говорит Что это Мускус Вблизи аромат очень мускусный Да? Хм Нет, ничего Так, ну шо Поиграем, что ли? Музыка 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 И двенадцать цветов. Вот так. Раз. Ну и так. Два. И три. Тут, по-моему, сны лили появляются через каждые вот, а не вот, через пять. Так что, через пять или через шесть. Ну, да, ломочка. Так, что ей холодно. Значит, ей надо кольки. Нет. А как же надо? Так, раз. Два. Тоже... Отличная работа. Гуд джоб. Подружки у клумбы. Дизайн. Дизайн следующей клумбы. Мир с каваками. Фу. Звучит, как будто я училка. А как насчет этого? Чудесно. Ты когда-нибудь ходил на работу с мамой? Ходил. Ходила. Ага, только это совсем не весело. Она просто смотрит на здание целыми днями. Иногда она вытягивает руки и складывает их в прямоугольник перед своим лицом. А потом кивает. Мне нравится твоя мама. Ты ей тоже нравишься. Правда? Она думает, что ты надавала папе по голове. Иногда мужчинам надо, чтобы им надавали по голове. Так она сказала. Им правда это надо. Центральный элемент. Ладно, осталось выбрать центральный элемент. Тетя Мэри хранила все это у себя. Что нам стоит использовать в саду? О, давай посмотрим. Так, ну что? А давай вот так. Отлично смотрится. Маме очень понравится. Это мне польстит. А зачем? Просто она занимается этим профессионально. Если ей понравится моя работа, это будет большим комплиментом. А ты старалась? Думаю, да. Она всегда говорит мне, что главное стараться. И этого достаточно. Так что уверена, ей понравится твой сад. Спасибо, подруга. Мама и папа. Привет, дочка. Ну, все уже друг с другом поздоровались. Карен, ты сегодня помогала Лили с садом? Да. И мы разговаривали о Японии. И о том, что папа плохо пахнет. И я сорвала этот цветок. А можно еще раз, только помедленней? Нет необходимости. Да, она мне сегодня очень помогла. Мне даже показалось, что ей понравилось. Хорошо. Кстати, Люк рассказывал мне про этот сад. И у меня появилась неплохая идея. Мы можем сделать центральный элемент из самолета твоей двоюродной бабушки. О, отличная идея. Только Люку придется буксировать его обратно. Уже. К тому же я разобрался со своими делами. Так что... Отлично. Давайте так и сделаем. О, и когда будет свободная минутка, мне понадобится твоя помощь, Лили. Поставить самолет и помочь Люку. Давайте. Это очень интересно. Прямо на центральную клумбу. Что ты думаешь? Прямо над клумбой и глобусом? Отлично. Люка, готов? Готов. Так. Кукурульник. Так. Вот такой. Это превосходно. Так. Круто. Я так рада. У тети Мэри была очень интересна по тому подтверждение. Но это... Ну, это для нее. От меня. Знаешь, что будет выглядеть профессионально. Немного освещения для самолета. Точно. Тогда будет совсем как настоящая выставка. Так. Заняться освещением. Как ты себе это представляла? Наверное, что-то вроде... Вот что. Свет, камера, тетя Мэри. Мне очень нравится. Ты не думала о том, чтобы сдавать усадьбу для разных мероприятий? Сдавать для мероприятий? Да. Только представь, какие красивые маленькие свадьбы можно проводить, например, в саду для вечеринок. Люди на этом большие деньги зарабатывают. Уж я-то знаю. Я раньше и не думала об этом. Можешь даже нанять управляющего недвижимостью, чтобы он сам следил за всем. А ты будешь просто сидеть в своей городской квартире и собирать деньги. Мне кажется, я не смогу просто бросить это место. Ну, я бы не стал это так называть. Просто это очень большой дом для одного человека. Очень много работы. Да. Но если надумаешь, я могу дать тебе пару контактов. Буду рада помочь. Спасибо, Рэйчел. Помочь Люку. Какая помощь нужна? Я сегодня занимался тем, что организовал вечеринку для Карен. Зону для вечеринок. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Много. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. спасительница. Всегда рада помочь. Отец-молодец. Минутку внимания. Прибыл мистер Хорошие Зубы. Как прошел прием, мистер Джонс? Мои зубы это практически клавиши пианино, мисс Робертс. Теперь к более носочным проблемам. У меня для вас новости. Да, какие же? Я связался с издателем Барри Мэнса и объяснил нашу ситуацию. Их юристы сообщили мне, что Барри Мэнс – это действительно псевдоним вашей двоюродной бабушки, выдающимся автором была Мэри. «Регина, ты была права». Мы были правы. Следствие ведут Лили и Регина. Еще я узнал, что гонорары поступали на счет, о котором мне не было известно. Как ее доверенный, я смог получить к ним доступ. И могу с уверенностью сказать, что производство фильмов – довольно прибыльное дело. Если будете наследницей, станете богатой женщиной, мисс Робертс. Ну, слава Богу, смогу расплатиться с налоговой, и даже не придется переезжать в Данию. В Данию? Не обращайте внимания. Спасибо за помощь, мистер Джонс. Это такое облегчение. Регина, я смогу наконец-то заплатить и тебе. О, это хорошо, потому что счет у тебя вырос до очень приличных размеров, подруга. Ха-ха-ха. Кхм. Почему бы нам не отправить… не отпраздновать это в зоне для вечеринок? Я бы точно сейчас не отказался от вечеринки. А ты, дочка? А, да, конечно. Так, устроить вечеринку-сюрприз. Мы немного слукавили. О чем вы? Это вечеринка для тебя. О! Я пропустил твой день рождения, напортачивал с велосипедом. Я не уделял тебе достаточно внимания. Но мне очень важны твои чувства. Так что, если будешь разговаривать со мной, я обещаю слушать. Идет? Спасибо, пап. И, кстати, о велосипедах. Я подумал, может, этот тебе больше подойдет? О, да. Гораздо больше. Мам, Лили, смотрите. Вот это велосипед для Карен. Ну и денек выдался, друзья. Давайте кушать. Пойте. Не увлекайтесь тортом так сильно, мистер Джонс. Вы же хотите сохранить свои безупречные зубы? Ой, дайте пожилому человеку побаловать себя. Лили, можно украсть тебя на секунду? Нет, конечно. Какая? А ты оказываешь сильное влияние на людей, да? О чем это вы? Ты тут всего две недели, а Лёг внезапно полностью поменял свое отношение к вопросу об опеке. Два дня провела с моей дочерью, и она начала выговариваться отцу и носить цветы в волосах. Карен, цветы. Я тут ни при чем. Все просто делают то, что хотят, вот и все. Думаю, ты себя недооцениваешь. У тебя хорошая энергетика, аура или что бы это ни было. Ты из тех, кто верит в ауры? Ага, нет, но если бы они существовали, твоя была бы ярко-розовой. Меня устраивает. Я вот что хочу сказать. Я отношусь к тебе как к подруге и благодарна за всю твою помощь. Ты могла бы просто списать меня со счетов, как бывшего твоего друга. Но ты так не сделала. И благодаря этому моя семья стала крепче. Я насмотрелась достаточно фильмов о женщинах, которые уничтожают друг друга. Мне теперь интересно только помогать друг другу. Тогда давай помогать друг другу, обоюдно. Друзья? Друзья. Отлично. Мы сейчас поедем, но думаю, скоро увидимся. Спокойной ночи. В раудумьях лилии. Да, длинный шестнадцатый день. Ну, мы уже перевалили за вторую половину ярли. Лили. Регина? Что ты делаешь у меня во сне? На самом деле, я не Регина. Я просто воплощение ее личности, которая поможет тебе разобраться со страхами. А, наверное, в этом есть смысл. Я, так что все. Хотя ты совсем не разговариваешь, как она. Еще как разговариваю, подруга. Ладно, ладно. Так в чем дело? О, я тут размышлял о твоей новой подруге. Рейчел? Да, она очень милая. Я просто подумал кое о чем. Что? Разве друзья встречаются с бывшими друг друга? О нет! День 17 Не сегодня, будильник, у меня не было выходного дня уже более двух недель. Сегодня день для тебя, а значит я смогу наконец-то почитать книги тети Мэри. После того, как посплю еще немного. Идеальный день, чтобы отдохнуть. Устроить себе выходной. Субтитры сделал DimaTorzok